В детском саду поселка Красное подходит к завершению работы по благоустройству территории. Согласно проведенному открытому аукциону, победителем которого был признан индивидуальный предприниматель, стоимость муниципального контракта составила порядка 4 миллионов рублей. Большая часть работ уже выполнена. Подробнее в материале Александры Литковой. Безопасное покрытие, новые веранды, детская и спортивная площадки. Благоустраивать территорию возле детского сада в Красном начали в августе, после подписания контракта. Самое главное, что нужно было сделать, как считает заведующее учреждение Галина Храпова, это засыпать участок песком. Для этого потребовалось 85 машин. На данный момент выполняются у нас работы дополнительные. Это бетонные дорожки, которые, так как засыпали песком, много же песка, бетонные дорожки старые ушли вниз все, и поэтому сверху новые бетонные дорожки заливали. Согласно смете, составленной еще в январе стоимость работ составляла порядка 15 миллионов рублей. Затем в мае профильный департамент дал команду существенно урезать сумму. В итоге было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей. В рамках рабочей поездки в Красное губернатор Ниньского округа оценил качество выполняемых работ и остался недоволен. Денег не хватило не только на плитку, но и на освещение. Вопрос финансирования благоустройства территории детского сада был рассмотрен сразу же на рабочей планерке главы региона. Почему мне не сказали о том, что первоначальная смета, которая выделялась на благоустройство садика, которая находится под моим личным, вот этот проект патронажем по моей личной инициативе запущен, почему она была чьим решением уменьшена в три раза? Почему ко мне не пришли и не сказали, что за эту сумму в три раза меньше, чем предполагалось по проекту, невозможно сделать благоустройство детского сада? Александр Цибульский потребовал, чтобы аппарат администрации округа взял этот проект на особый контроль. Что касается безопасного покрытия, его уложили у каждой беседки и на спортивной площадке. Эти плитки, которые уложили в мягкое покрытие, они после усадки где-то сыграли. И подрядчики постоянно ходят, контролируют, смотрят и доделывают. Плитки были поставлены на песчано-цементную смесь, пока утрамбовывали, а затем ставили эти плитки и выжили. Капитальный ремонт в детском саду был завершён в январе этого года. После приёмки здания выяснилось, что деревянный козырёк над главным входом в детский сад остался недоделанным. Подрядчик, выполнявший реконструкцию двора, сделал и эту работу. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север.